16 лет в Полевском существует городской попечительский совет и 12-й год подряд проводится возобновленный после продолжительного перерыва турнир по хоккею с мячом «Плетеный мяч» среди воспитанников дворовых клубов. Последние несколько лет турнир проходит в память о замечательном тренере Алексее Петровиче Трапезникове. На параде участников напутствовали директор по управлению персоналом Северского трубного завода Алексей Ребухин, начальник управления образованием Ольга Уфимцева, директор физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода Вячеслав Мамочкин. Я надеюсь, что мы увидим сегодня от вас замечательную игру, увидим мастерство, увидим технику, ну и, конечно же, командный дух. Я уверен в том, что мероприятия такого рода позволят открыть нам новые таланты, которые со временем будут достойно представлять не только город Полевской, но и нашу с вами Российскую Федерацию за международных турниров. Все начинается с малого. Большой хоккей тоже начинается с хоккея на коробке, которая внутри двора. И как знать, возможно, среди вас сегодня стоящих на этом дух будущие олимпийские чемпионы. Чемпионы Европы, чемпионы мира, но чемпионы России, да уж точно. Хорошего, гладкого вам льда, горячей борьбы и победы. В этом году в соревнованиях приняли участие более 70 юных хоккеистов из 7 команд дворовых клубов города. Для сравнения, в прошлом году было 13 коллективов. Команды двух возрастных групп 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения играли между собой по круговой системе. Никита Хозяев из «Дружбы» участвует в плетеном мяче уже в третий раз. Отмечая, что хотя хоккеем не занимается, но на коньках катается регулярно. Да и шансы своей команды оценивать достаточно высоко. Сейчас проиграли рекорду 6-1. Сейчас в следующий раз с олимпийцем. Не знаю, как. Ну, как играть будем, наверное, нормально сыраем. Можем занять либо второе место, либо третье. Ну, не знаю, как олимпийцы. Они так-то не тренировались. Может, нас выиграет, может, мы их выиграли, может, ничего. Не знаю. Константин Репин из «Рекорда» также неоднократно принимал участие в этих традиционных соревнованиях. Говорит, что раньше занимался хоккеем, но с недавнего времени сменил его на футбол. У меня плоскостопный, мне больше футбол удобен. Я, наоборот, хорошо стою в футболе. Константин отмечает, что с нетерпением ждал турнира и рассчитывал выступить на нем вместе со своей командой успешно. Да, я ходил просто катаюсь на конке. Тренируюсь там, играю с кем-нибудь, кто играет в хоккей. Играю с ними. Отметим, что если в прошлые годы безоговорочным лидером турнира в старшей и младшей группах считалась сборная дворового клуба «Арго», то в этом году, ввиду их отсутствия на турнире, за победу могли побороться абсолютно все команды. Уровень нынешних ребят, скажем, годом потихоньку растет. Конечно, у нас не такое финансирование, как в северском трубнике. Детей одевают, обувают. Но мы стараемся что-то сделать, чтобы дети играли, старались. Мы-то не раз стараемся, дети тоже стараются. В итоге в младшей возрастной группе победу завоевали ребята из «Светофора». На втором месте рекорд замкнула тройку сборная «Огонька». Лучшими по амплуа здесь стали бомбардир Михаил Олейников, вратарь Роман Устюжанинов, защитник Вячеслав Полушин и нападающий Иван Девятов. В старшей группе не было равных ребятам из «Дружбы». За ними расположились сборные «Олимпийца» и «Рекорда». Лучшими игроками признаны бомбардир Кирилл Делидов, вратарь Дмитрий Денисов, защитник Максим Струков и нападающий Дмитрий Самарский. Нужно отметить, что плетеный мяч в очередной раз доказал, что хоккей с мячом в Полицком жив и при должном к нему отношении у этого вида спорта большое будущее. Максим Исаенко, Алексей Карипанов. Новости. Твой день.